Каждый, кто бывал в небольшой станице Ставропольска и Северского района, с любопытством замечал, пожалуй, главное архитектурное украшение населенного пункта – Свято-Троицкий храм. В первую очередь, это, конечно, дом Божий, где возносятся молитвы, но невозможно не сказать о красоте и уникальности сооружения. Помимо этой, каменных церквей на Кубани не сохранилось. Удивительно, что больше века эти стены держатся на яичном растворе. Возведен храм в 1914 году и за свою долгую историю претерпел немало. В серый, холодный и дождливый день, отворяя деревянные двери церкви, попадаешь в пространство света, спокойствия и тишины. Но так было не всегда. Настоятель храма отец Николай служит здесь уже 13 лет. На страницах фотоальбома у него вся история многострадальной церкви, которую пришлось восстанавливать буквально с нуля после советского лихолетия и пожара. Одна из первых прихожанок Троицкого храма Галина Мирошниченко видела его не только в нынешнем состоянии. Признается, что в юности приходила сюда на концерты и посмотреть кино. Сцена располагалась прямо на месте алтаря. При моей памяти, как он был, он голый стоял, запущен. Здесь и лошади были внутри. А потом библиотека была, и танцы были здесь. В кино показывали концерты, здесь все такое было. В бюллиарды играли. А потом как-то сгорела крыша. Потом в 2002-м начали восстанавливать. Пришел один батюшка, говорит, сгорело то, что нам не надо, а что надо осталось. Ну и начали с больной помощью его восстанавливать. Мы лазили, вот сначала одно крыло, были только окна открыты, мы на Троицу, помню, веток наставили, все, а он раскрытый, все, скользняк, уже слуба шла. А потом одно крыло, то крыло отделали, лазили вот с позже помощью, и штукатурили, и все, станичников звали те все, и мы, хоть и старые, и все лазили, и все. Потом спонсор. То и окна вставит, то и купола, то и так постепенно с Божьей помощью идут. Не было ни подсвечников, к примеру, тот, тот принесет, тот, особенно, когда вот на Троицкий храм, на Троицу праздник, тот привезет икону, тот привезет подсвечник, то и так с Божьей помощью уже считаемое бы это сам. Нынешний вид храм приобрел при настоятеле отцы Николая. Батюшка ежедневно в молитвах вспоминает всех благодетелей и жертвователей, благодаря которым удалось вернуть великолепие этой церкви. Довелось поставить, возвести купол и колокольню на храм, закрыть его крышей уже такого современного добротного формата. Далее произвелась внутренняя отделка храма, проведен газ, сделано современное отопление, возведен иконостас деревянный, резной, внутренняя отделка пола. Сколько Господь сил дает, столько мы пока и делаем. Главной изюминкой храма батюшка называет не только великолепный резной иконостас, где нижний ряд икон с усальным золотом написан местным кубанским иконописцем Владимиром Бутовым, но и обилие живых цветов. Здесь они буквально повсюду. Всякое дыхание дохвалит Господа. Уют и красота, уверены прихожане, заслуга отца Николая. Батюшка у нас хозяин хороший, он все видит. Икона где-то не так висит, где-то там подвинулась, он все замечает, все видит. И насчет цветов, это туда поставьте, это туда поставьте. Вот как-то это насчет этого. Реставрационные работы и процесс благоустройства храма и его территории, растянувшиеся на десяток лет, не останавливаются. Сейчас возводят каменную ограду, правда, пока только фасадную часть, и разработали проект памятника. Во дворе храма под тенью деревьев захоронены останки солдат, освобождавших Кубань от фашистов. Рядом хотят возвести монумент в память о погибших воинах специальной военной операции. Ведь храм – это еще и место, где память находит свое воплощение.